Недалеко от латышской границы находится музей линии Сталина. Вот мы сейчас прибыли сюда, пока не совсем понимаем, что здесь, но видим вот такие надолбы, колючую проволоку, свисящую на ней консервными банками. Эдакая система безопасности. Почему мы завернули сюда? Потому что увидели надпись и увидели взорванные доты вдоль дороги. Обратили внимание и увидели надпись линии Сталина. Хотим осмотреть данную территорию. Вот вижу пулемет, Максим, он из земли торчит. Не знаю, что это такое. Сейчас осмотрим. А, щитки подвижные. Вот дот. Длаговременная точка. Да-да-да. В общем, какой-то это укрепрайон. Разберемся, расскажем. Дот одноместный СССР. К нему подходил траншея. Дот одноместный. Оружейный окопный щиток. Дополнительная защита стрелка. Здесь вход бакопы, обработанные древесиной. И вот эти щитки. Щитки для стрелков. Пулеметное гнездо. Вот там впереди вынесено перед линией обороны. Пулеметное гнездо. Вот пулемет Максима. И, видимо, это вот каски, которые бы здесь найдены были. Собственно говоря, вот, можно сказать, с точки зрения пулеметчика видим территорию. Что интересно, колеса были деревянные, спецованные, спецовые, обшитые бандажом металлическим. Вот сгнила деревянная часть. А это пустотелая коробка для омыва. Охлаждение пулемета. Остатки самолета. Винты. То ли на воду сел, то ли как-то на землю приземлился на брюхо. Что-то такое. Стойка, судя по всему, колесная. Ну и остатки фюзеляжа. Видим, где-то подняли здесь какой-то самолет. Ну, в общем, такая тут история, что вот работают люди, энтузиасты, ну, сотрудники музея восстанавливают. Это вот линия Сталина, которая тянется на самом-то деле на территорию Украины и Белоруссии уходят. Сейчас ведутся работы по тому, как ее, скажем так, облагородить и сделать доступной нам, посетителям, чтобы можно было посмотреть. Вот остатки танка «Валентайн», остатки самоходные Су-76, собраны уже на новом каркасе, но некая такая, ну, как сказать, сборка, да. Ну, это «Москвич», похожий на «Опель», «Капитан Т-34». Башня Гайка, поднятая со дна озера в Сковской области и поднятый Сталинец, еще один из пяти Сталинец, оригинальный Сталинец на ходу, который нужно запустить. Ну, и работы по восстановлению техники. Такие уникальнейшие совершенно вещи, это вот вооружение ДОТов, пулеметное вооружение, которое удалось снять, сберечь от варварства, от уничтожения. И вот работает до сих пор, станок крутится. Вот такое вот интересное место мы посетили. Линия Сталина, вот ДОТ, в тех кустах ДОТ, там ДОТ. Западные рубежи нашей Родины. Ну, будем надеяться, что будет помощь в финансировании, вроде бы, скажем так. Министр культуры очень сильно заинтересовался этим проектом и будет помогать. Ну, а мы поехали дальше. Ну, и стали понятно, почему такие здесь воспроизведены ограждения, рогатки. Участок линии Сталина, Псковский район, где проходила линия Сталина, одна из самых протяженных линий обороны Советского Союза. Вот подступы к ней вот таким способом оформлялись. Противотанковые бревна для невозможности подойти к пехоте. Памятное место, участок, который воспроизводится, из которого сейчас делают памятник. Линия Сталина, Псков. Линия Сталина, Псков.